Вечный огонь на мемориале славы в Барнауле отключили на две недели. Как пишет АИФ Алтай, будет произведена диагностика, а также при необходимости ремонт газового оборудования. По словам председателя городского комитета по культуре Валерия Поршкова, из-за того, что газ стал слишком быстро заканчиваться, возможно, есть утечка. Решено провести диагностику резервуаров, которые не менялись с момента установки мемориала с 70-х годов, и, возможно, его подключат к магистральному газопроводу. Вечный огонь зажгут 11-12 ноября. В Бийске трамваи будут ходить реже. С 1 ноября вводятся изменения в расписании движения трамваев в тестовом режиме. Как пишет Бийский рабочий, пока речь идет только о некотором сокращении выходов трамваев по вечерам. Это связано с низким пассажиропотоком, особенно зимой, а также с необходимостью экономии средств муниципального трамвайного управления. Капитальный ремонт в ДК Барнаула обещают закончить в декабрю. Работы начали еще в сентябре. В здании меняют все коммуникации, интерьер, обновляют первый этаж, зал, гардеробные, туалеты и буфеты, балетный класс. Все помещения, где встречают гостей, будут новые, пообещали политсибру в ДК Барнаула. Всего на работу предусмотрено 35 миллионов рублей. В следующем году ремонт рассчитывают продолжить и обновить учебные помещения. Но новогодние представления в этом году переноситься не будут. Акробатическое оборудование, которое придумали и изготовили на Алтае, отправится в Москву. Пятиметровый снаряд «Колесо смелости» запатентовали при содействии регионального центра инжиниринга Кирилл и Олег Зайкины. Заказ поступил от одного из московских цирков. Как пишут корреспонденты «Комсомольской правды» на Алтае, нужен был снаряд для выступления под куполом на высоте 9 метров. Колесо установили на подвеске. Это помогло уменьшить его уже имеющийся снаряд и сделать его более безопасным. Спортсмены из алтайского края завоевали шесть медалей на международном турнире под хэквондо в Тольятти. Среди участников в весовой категории до 59 килограммов первое место занял Александр Митрохин. Второй результат показали Кирилл Гайтов, Егор и Мария Рыбникова. Третьими были Валерия Малыгина и Иван Брой. Об этом сообщают в Алтайском спорте.